Велотрек Омскую область впервые посетил генеральный директор фирмы, которая будет изготавливать и монтировать сердцевину трека. Задачей визита зарубежного специалиста стало подписание контракта. Но прежде Сандер Дома познакомился с уже имеющимися спортивными объектами областного центра. Посетил ведовый дворец Кожевникова, дворец художественной гимнастики и, конечно, побывал на строительной площадке велотрека. Очень увлекательно. Поражает, что дворец художественной гимнастики был построен в такие сроки. За полгода это очень быстро. Теперь я не сомневаюсь, что велотрек будет готов к декабрю. Сандер Дома и его фирма построили уже 18 велотреков, включая Олимпийский объект в Афинах. По мнению Виктора Полукарова, в России сейчас нет компаний, занимающихся строительством таких объектов. А ведь велотрек — это высокотехнологичное сооружение. Поэтому было принято решение обратиться к специалистам из Нидерландов. Итак, трек будет рассчитан на 500 мест. Строится он таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было аттестовать при Международной Федерации Велоспорта. Что касается возможности устанавливать рекорды, хорошие скорости можно будет показывать за счет длины трека. Полотно будет изготовлено из сосны. Этот материал, по мнению Сандера Доумы, самый лучший. Между тем трек будет возводиться с учетом всех требований безопасности. Очень сложно переоценить значимость строительства велотрека такого уровня на данный момент единственного в России. Еще хотелось бы отметить, что несмотря на то, что у нас будут небольшие ограничения именно для проведения международного уровня, международных соревнований, у нас нет абсолютно никаких препятствий для проведения как учебно-тренировочных сборов спортсменов высочайшего класса, так и проведения соревнований высокого уровня российских. Сооружение будет обеспечено всем необходимым – раздевалками, санузлами, тренажерными залами. Большие планы у авторов строительства велотрека относительно детских секций. По мнению участников пресс-конференции, эта работа уже идет с опережением. Сейчас этим вопросом занимается областной велоцентр, но уже проделана аналитическая работа относительно детей других регионов, которые, безусловно, тоже нуждаются в таком объекте.